В среду вечером около 23 часов у автобусной остановки Волочаевская водитель Ниссана Теида сбил пешехода, который вместе с друзьями побежал через дорогу в неположенном месте. 37-летний мужчина долгое время не мог подняться на ноги и говорил, что испытывает проблемы с дыханием. Из-за резкой боли он не мог набрать воздух в легкие. Приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи, осмотрев пострадавшего, помогли мужчине подняться и сопроводили его в салон своей машины. Компания едва не попала под колеса другого автомобиля. Поэтому группа пешеходов столкнулась с коллективным негодованием со стороны автолюбителей. Перед Ниссаном, который сшиб человека, ехала другая иномарка. 23-летняя автолюбительница двигалась по второму ряду и успела бросить свой марч в сторону, когда на дороге появилась неожиданная помеха. 39-летний водитель ТИИДы оказался в незавидной роли человека, который уже ничего не мог сделать. Хабаровчанин подрабатывает частным извозом. Доставлял молодую пару. За рулем он уже 14 лет, но и такой опыт оказался в стремительно развивающейся ситуации бессильным. Тих, которого я сбил, он оказался первый. Те двое были сзади. Почему? Они просто проехали. Этого ударил края. А скорость какая была у вас? Да 30 километров. Вот только тут. Только начал набирать ее. Разогнаться тут действительно негде. Обе машины только начали движение с линии светофора на ближайшем перекрестке. Видимо, это и подвигло приятелей побежать через проезжую часть. Показалось, успеют. Хотя до пешеходного перехода здесь менее 50 метров. Водитель охотно прошел тест на трезвость. Результат нулевой. А вот от пострадавшего пахло спиртным. Вину за ДТП полицейские возложили именно на пешехода. В больницу его увезли с диагнозом. Сотрясение мозга и перелом двух ребер. С места происшествия Михаил Сергеев, Александр Ефанов и Степан Симонов.